Сейчас свалка полигон Яр почти полностью в дыму. Он весь идет на Саврополь. Ужасно слезятся глаза и практически невозможно отдышать. Накануне около трех часов дня здесь произошло возгорание. Пол гектара территории были объяты огнем. Бытовые отходы, целлофановые пакеты, пластиковые бутылки и строительные материалы. Все это уже на протяжении суток плавится на свалке. Токсичный дым, еще вчера накрывавший всю Ташлу и Мамайку, сегодня с переменной направления ветра добрался до центра Ставрополя. Пожарные и сотрудники полигон Яр еще накануне приступили к ликвидации возгорания. Всю ночь они пытались затушить открытый огонь. Благодаря администрации города Ставрополя, благодаря вмешательству губернатора были привлечены силы пожарных, муниципальных служб, которые подвозили воду. В течение всей ночи велась работа, усиленная работа, подвозилась вода, работала техника, работали люди всю ночь и благодаря этому частично удалось ликализовать. У директора свалки есть несколько версий, почему произошло возгорание. Во-первых, водители грузовиков, которые привозят мусор со всех уголков города, могли наплевать на запрет курения на полигоне. Во-вторых, в самих отходах, которые выгружали на территории, могли попасться незатушенные окурки. Но все же, скорее всего, виновен газ без цвета и запаха. При разложении отходов выделяется метан. Именно он, говорят специалисты, мог стать причиной возгорания. Погодные условия конкретно повлияли на ухудшение данной ситуации. Большая температура за 30, сильный ветер, обильное выделение метана привело к тому, что достигло определенной концентрации. И при достижении данной концентрации, при взаимодействии с воздухом, метан самовоспламеняется. На задымленной территории сейчас полным ходом идут работы. На тракторах сотрудники полигона пытаются трамбовать отходы, а пожарные заливают леющий мусор. Самая большая опасность, что ветер вновь внесет коррективы в работу сотрудников противопожарной службы. На данный момент у нас здесь работает 7 пожарных расчетов, 5 водовозов, еще 3 водовоза направлены из Раздвянова на помощь. То есть, думаю, к концу дня справимся.